Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Исполняется четверть века со дня ухода из жизни великого гуманиста и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. Даже не верится, что 25 лет назад мы стояли в этой длинной очереди морозным утром от парка культуры через Комсомольский проспект и даже частично Фрунзенскую улицу в дворец молодежи, где шло прощание с академиком. Вшел тогда съезд народных депутатов СССР, работали его комиссии и Елена Георгиевна вспоминает, что после того, как Андрей Дмитриевич пришел с одной из этих рабочих групп, ему стало плохо с сердцем и врачи не успели его спасти. Тем не менее, нам остались заветы великого гуманиста и о них мы сегодня поговорим с нашим гостем Вячеславом Ивановичем Бахминым, представителем комиссии по сохранению наследия академика Сахарова. Добрый вечер, Вячеслав Иванович. Добрый вечер. И с нами на прямой связи будут коллеги Андрея Дмитриевича, его сопредседатель по межрегиональной депутатской группе Гаврил Попов и советский правозащитник Владимир Буковский. Вячеслав Иванович, когда Вы познакомились с Андреем Дмитриевичем и какую он роль сыграл в становлении вот этого движения инакомыслия в годы застоя? Ну, я сейчас уже боюсь вспомнить, когда это произошло, первая встреча. Я помню несколько эпизодов вот такого контакта с Андреем Дмитриевичем, но точно время я не могу назвать. Я думаю, что это где-то начало 70-х годов, 71-й, 72-й, наверное, вот так где-то. Уже объявлено было у него в квартире о том, что будет отмечаться 30 октября день политзаключенного? Я тоже сейчас не могу вспомнить эту дату. Думаю, что да. Вот где-то в это время, когда... Ну, впервые я столкнулся вообще с, что такое Андрей Дмитриевич, когда появилась его книга известная. Первая книга в 68-м году о прогрессе и мирном сочетании интеллектуальной свободе. Это книга, которая, ну, произвела фурор во всем мире, но и у нас в России она тоже ходила в сам издать, и я ее читал, будучи студентом физико-технического института. И для меня это был такой, ну, поступок человека, обласканного властью, трижды героя социалистического труда. И чтобы вот такой человек, у которого все было, сделал такой шаг, совершил такой поступок, ну, в общем, я даже не знаю подобных примеров еще в Советском Союзе. Просто человек такого уровня решил, что для него истина важнее, чем все блага и так далее. Ну, это просто в какой-то степени может быть Александр Галич, который был довольно успешным сценаристом. Ну, конечно, другой поворот. Это герой, трижды герой социалистического труда, у которого были, ну, почти все награды. Автор водородной бомбы. Человек, который вообще никогда, ни в какую гуманитарную сферу, в общем, никогда не входил. И его разногласия с властью были связаны поначалу именно с испытаниями ядерного оружия и так далее. То есть, вот это, конечно, поражало. Тем более, я учился в физтехе, и он физик. И, конечно, на меня это произвело очень большое впечатление. С нами на прямую связь вышел Владимир Константинович Буковский. Владимир Константинович, добрый вечер. Когда вы познакомились с Андреем Дмитриевичем, или когда вы, вернее сказать, впервые услышали о нем? Потому что я знаю, что у вас в те годы было мало длительных, непрерывных периодов пребывания на воле. Вам слово. Слушаем вас. Ну, я в 70-м году освободился из лагеря в январе. И очень вскоре мы познакомились с Сахаром. Это было на квартире у Валерия Чилидзе, как я сейчас помню. Слышать я уже, конечно, слышал это имя. Тем более, что у меня в лагере мне там сделали приемник такой потайной. Я слушал вот «Свободу» как раз. И по «Свободе» читали его этот трактат. Он же, в общем-то, в 68-м году никак не проявлялся политически. Он вообще был секретный академик. А тут вот сразу и секретность его исчезла, и он выступил. И вот это в первый раз я услышал в лагере по радио. А через год там полтора освободился и познакомился с ним. И, в общем, наши отношения продолжались до моего ареста в марте 71-го года. Более-менее регулярные. Мы с ним виделись, обсуждали, планировали и так далее. А Елена Георгиевна тогда вы тоже? Или она еще тогда держалась в... Нет, она тоже? Она уже, да. Возьмите, Елена Георгиевна. Ее я знал раньше. Она, в общем-то, в этих кругах уже как-то вращалась. И, скорее, она привела Сахара в эти круги, нежели наоборот. Ее знали уже. Она там была свой человек. А Сахаров человек был совершенно новый, посторонний и совершенно не знавший жизни. Вот он был в этом своем секретном состоянии. Он ничего не знал. Он не знал, как хлеб купить. Он не знал, как по улице ходить. Это все ему было запрещено. Они жили в очень узком мире. Несколько академиков и технический персонал. Вот все. И советскую жизнь он совершенно не знал. Я помню, меня поразила в его книжке такая фраза, что вот, мол, заодно мы можем все-таки благодарить вот советскую власть, социализм, что он раскрепостил труд и там женщин раскрепостил. Меня это страшно поразило. И одна из первых встреч с ним, я ему говорю, «Адмедович, вот объясните мне это, что вы хотите сказать?» Ну, он что-то там начал говорить невнятно про марксизм. Я ему говорю, «А вы когда-нибудь видели, как женщины асфальт кладут у нас?» И не видели никогда. Он был совершенно поражен. Какой асфальт? Какие женщины? Это вот картинка, которую мы все с детства помним, как бабы укладывают асфальт вручную, да, во всем этом дыму, чеду. И человек, который видел такую картинку, никогда бы не мог сказать, что вот, советская власть освободила, особенно женщин, да. Но для него это было все новое. Он не видел жизни никогда. И вот впервые, там уже ему было за 40, он вдруг оказался вот нормальным гражданином страны. Мог стоять в очередях, узнал, что это такое. Вот поэтому у него было очень детское такое отношение, но ко всему относился крайне любопытно. Вот что ему не расскажи про эту жизнь, а то для него было новое. Как заново родившийся человек в 40 лет. Да, вы вот тоже подметили эту черточку, да, Вячеслав Иванович? Но я знаю, что Андрей Дмитриевич умел, например, колесо на машине сам поменять. То есть он не совсем уж был такой, не от мира, всего. Ну, он человек с физическим и техническим образованием. И машина для него, в общем, не чуждый предмет, понятно, да. Там работают все те правила и законы, которые он очень хорошо знает. Я думаю, что, ну, я не видел сам, как он менял колесовую машину, но я вполне понимаю, что он мог это сделать. Человек не чурался вообще никакого особого труда. То есть он хотел и был, и ему хотелось быть обычным человеком. Человеком, который, в общем, радуется жизни, который каждый день, там, вот, как и другие, может, там, куда-то пойти, что-то сделать. Я думаю, что его тяготила вот эта секретность. Она на него действовала вообще довольно удручающе. И вот когда он с ней расстался, я думаю, было некоторое внутреннее облегчение одновременно. То есть это какой-то еще шаг к свободе, к такой, к свободе и к независимости. Особенно, когда он уже понял, что он может говорить то, что он думает. И что теперь ему уже, как бы, ничто не препятствует. Да, почему я вспомнил об этом, вот, его умении. Потому что Ирина Георгиевна нам рассказывала, как во время ссылки в Нижнем Новгороде их сопровождающие блокировали их машину, когда у них, например, спускало колесо, не давали никому ему помогать. И пожилой человек, нездоровый, вынужден был на морозе сам менять на машине колесо. А сегодня, вот видите, нижегородцы прозрели и открывают памятник великому своему, и хоть и земляку по неволе, Андрею Сахарову. Давайте посмотрим репортаж об этом событии. Ну, мы очень рады, что это событие, наконец, произошло, и что это памятник поставили здесь, в Горьком. И для нас важно, что это памятник будет стоять именно на Нижегородской земле. И не только потому, что два очень важных периода жизни Андрея. И для чего произошло, и на Нижегородской земле, это его работа над созданием термоядерного оружия. Под Арзамасом годы вот этой ехатеревой Горьковской ссылки. Кроме того, Горьковская земля, это здесь находятся корни рода Сахаровых. На этой земле Сахарова известна с XVIII века. Несколько поколений Сахаровых были священниками в разных церквах. В Нижнем Новгороде, в Арзамасе, в селе Выездном. Вот последний прадед Андрея Адмитриевича Николай Иванович Сахаров служил в большом Воскресенском соборе Арзамасе. В том самом, в Арзамасе, где впоследствии пришлось работать с Андреем Ивановичем. Сыновья его, в том числе и дед Андрей Дмитриевич, и мой дед, Иван Николаевич Сахаров, выросли в Арзамасе. Правда, потом их судьба уже не была связана с известным, возможно, адвокатом, видным общественным деятелем, членом двух партий инвестиционных демократов. Так что вот такие разнообразные корги Андрея Адмитриевича. Да, Владимир Александрович, как Вы поняли, это говорила двоюродная сестра Андрея Дмитриевича. Она выступала на открытии памятника, который сегодня установили ему в Нижнем Новгороде. Как Вы узнали о его ссылке, и как Вас приняли вообще советские диссиденты, оказавшиеся в изгнании, вот эту новость? Вспомните, пожалуйста, Владимир Константинович, Вам слово. Ну, это было ведь в конце 79-го года, и в скорости после советского вторжения в Афганистан. Официальной причиной его ссылки и лишения, кстати, наград, он был тем же самым указом лишен в своих наград, было именно его критическое отношение к вторжению в Афганистан. Это был тяжелый момент. Не один Сахаров, а очень большое количество наших коллег в конце 79-го года были арестованы, получили большие срока лагерные. То есть режим понимал, что период хороших отношений с Западом кончился, Афганистан их все равно прервет, и поэтому уже стесняться нечего. Они подчистили очень большое количество людей. Тогда и Таня Великанова была арестована, и очень много, несколько сотен по стране. Это такой был большой удар. Ну и, конечно, самое заметное дело было высылка Сахарова. Тем более, что она была совершенно незаконной. То есть такой меры нет, не было в кодексе. А вот ему применили именно высылка в город режимный, по тем временам, куда иностранцев не пускали. И вот вся режима, вся система блокады его, там, где он проживал в Горьком, когда к нему никого не подпускали, когда телефона не было, когда никаких связей, это было абсолютно незаконно. В мире это вызвало протест, несмотря на то, что, конечно, вторжение в Афганистан затмило все остальные события этого времени. Тем не менее, это вызвало довольно бурный протест. И со стороны его коллег, ученых по всему миру, и со стороны правозащитных сил, и вообще общественности, это было воспринято как вызов Западу, и вот именно как начало возвращения более жесткой фазы Холодной войны. Вячеслав Иванович, вам кто-нибудь тогда рассказывал, как живет Андрей Дмитриевич? Какие-нибудь доходили сведения? Потому что у нас часто бывает здесь Анатолий Ефимович Шабат, который ездил даже к нему. Но он имел право как сотрудник, тоже засекреченный физик. Как ученый. Да, по работе. По работе можно было. Нет, ну мне, конечно, я попал в ту же самую волну, про которую только что говорил Володя Буковский. И меня 12 февраля уже арестовали в 80-м году. Поэтому вот когда высылали Сахарова, это тоже был замечательный эпизод, потому что в этот день я как раз шел на его квартиру, и там надо было познакомиться и подписать письмо против ввода войск в Афганистан. Очередное коллективное письмо. И когда я подходил уже, пошел по Чкаловской и подходил к дому, ко мне так, меня окружила группа молодых людей, которые сказали, Слава, ты что так поздно, мы тебя уже тут полчаса ждем. И посадили меня в машину, вот, и отвезли в ближайшее отделение милиции на Чкаловской. Вот, и там же была Мария Подъепольская. Видимо, они всех, кто шел в этот день к Андрею Дмитриевичу, всех ловили и вот сажали в милицию. И только к вечеру я уже узнал, в чем дело, и что вот Сахаров был задержан и выслан в Горький. Вот, то есть для меня это был тоже такой замечательный, знаменательный день. А о том, как он там жил в изоляции, мне приходилось следить уже из лагеря через нелегальную переписку, кое-что узнавал, а также при свидании с женой, вот, она мне рассказывала, что происходит на воле в это время. Да, вот сегодня на открытии памятника выступил правозащитник Борис Альтшулер, который рассказал об этом отрезке жизненного пути Андрея Дмитриевича. Давайте послушаем. Прошло, подумай, только четверть века со дня кончины Андрея Дмитриевича Сахарова. Целая эпоха. Мы с ним были знакомы в течение 20 лет, другую эпоху. Но сейчас скажу о том, что неизменно и никогда не утратит актуальность. Хочу заявить официально, что таких людей, как Сахаров, я никогда больше в жизни не встречал. В чем его особенность? В огромной творческой энергии созидания. В готовности в каждый момент все рассматривать как бы с чистого листа. Да, цитирую Сахарова. Будущее не только непредсказуемо. Согласно законам квантовой механики, оно даже не определено. Оно творится всеми нами в нашем бесконечно сложном взаимодействии. Конец цитата. Или же, да, при такой внутренней установке нет места для великого греха уныния. Елена Георгиевна Бонна в ее замечательном эссе «4 дата» вспоминает такую картинку из их жизни здесь, горько, в этом доме. По обязанности Андрея Дмитриевича входило выносить по утрам мусор в мусоропровод. И вот каждый раз, проходя мимо поста милиции в двери квартиры, он с воодушевлением громко пел «Варшавянка». Вихри враждебные верят над нами, черные силы от злобных летель, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбу безвестную ждут. Какое уж тут уныние. И сегодня, в данный момент, все это более чем актуально. Неуместно вспомнить, может быть, главный урок Сахарова. Спасение конкретного человека, помощь конкретным людям – центральный приоритет его общественной деятельности. Мы, правозащитники, это не забываем. Да, вот видите, правозащитники это помнят. Да, действительно, Борис прав. Потому что человек такого калибра вроде бы должен мыслить глобально. Он должен писать статьи о мире во всем мире, о том, как страны с разными системами. Ну, то, что он начинал вот в этой самой известной его брошюре. Книги, да. Вот. И вдруг его стала беспокоить судьба каждого конкретного политзаключенного. Он ездил на суды. Он стоял в ужасную погоду, когда судили Любарского у суда. Он ездил на суд к Ковалеву. Это удивительно. В Прибалтику, да? В Прибалтику, да. В Вильнюсе его судили. Это удивительно. Вообще, вот человек, который действительно ученый мирового масштаба, сделавший чрезвычайно много для страны, его беспокоила судьба каждого человека. Потому что он понимал, что вот без этого чувства сопричастности, этого чувства совести не бывает ученого, не бывает вообще человека без этого. И вот, я не знаю, человека такого масштаба сейчас у нас, к сожалению, нет. Мы не можем, вот после смерти Андрея Дмитриевича, конечно, нам тяжело, потому что авторитета такого уровня не только в правозащитной сфере, а вообще и в интеллектуальной сфере. Вот сейчас, к сожалению, нет. И, наверное, земля рождает их достаточно редко, к сожалению. Владимир Константинович, вопрос. Мы знаем ваше критическое отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Чем вы объясняете вот его звонок исторический и возвращение Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны из ссылки? Вам слово, Владимир Константинович. Особенно тут утруждаться нет нужды. Я видел документы Политбюро, в частности, заседание Политбюро, где обсуждалось, что делать дальше с Сахаровым. Они довольно откровенно это все говорят. Да, может быть, некие негативные явления, он может стать неким центром притяжения. А с другой стороны, дивиденды от такого освобождения, особенно на Западе, у нас будут большие. Они очень цинично это все рассматривали. Они хотели добиться от Запада прекращения конфронтации, противостояния, помощи Запада и так далее. То есть, то, что называлось Дмитриевым, возвращение к разрядке. А для этого нужно было, во-первых, вывести войска из Афганистана, а во-вторых, освободить политзаключенных и, в частности, конечно, Сахарова. Без этого никто не поверил бы в их новое мышление, новые предложения и изменения политики. В том числе и, скажем, политзаключенных из психиатрических больниц. Они понимали, что без решения проблемы психиатрии они тоже не смогут вернуться в нормальные отношения с Западом. То есть, у них это все было очень прагматично. И этот протокол, он есть у меня на сайте документов, архивы. Его можно почитать. Там очень замечательные всякие ремарки членов политбюро, как они все валят на бедную. Люша Боннер, говорят, Михаил Сергеевич в какой-то момент в клубе комиссии заявляет, вот что такое сионизм. У них была версия, что во всем виновата бедная Люся, что вот она сбила с толку замечательного ученого-патриота Сахарова, а так вот он делал бы бомбы, и все было бы хорошо. Нам, как бы они легенды все придумали. Да, что заморочило голову академику. Все уже давно опубликовано. Мы знаем, почему они это делали. Вячеслав Иванович, а как вы отнеслись к тому, что Андрей Дмитриевич стал баллотироваться в народный депутат СССР? Некоторые тоже считали, что не стоит сотрудничать с этой властью, где шестая статья действует. Ну, да, это был некоторый сюрприз для многих, потому что среди среды правозащитников отношение к политике всегда было очень настороженно, если не сказать негативно. Все понимали, что когда ты начинаешь заниматься политикой, неизбежны те самые неприемлемые часто компромиссы, на которые надо идти, если ты входишь в эту систему власти. Тем более, эта власть была далеко еще не дружественная ни к правозащитникам, ни к правам человека. Вот, хотя уже сдвиги какие-то были в этом направлении. И, насколько я знаю, Андрей Дмитриевич тоже, в общем, он-то пошел во власть, понимая, что фигура такого масштаба, как он, наверное, могла бы повлиять и тем самым ускорить те процессы, которые шли в стране. В частности, ту же отмену шестой статьи Конституции. Это был один из его важнейших лозунгов, которые он отстаивал. Он был одним из организаторов этой межрегиональной группы, и к нему все прислушивались и так далее. Он понимал, видимо, и свою роль историческую, и свою ответственность, и он понимал, что то, что может сказать с трибуны он, а его слышали, за этой трибуной следили миллионы, десятки миллионов граждан России и за рубежом, то, что может сказать с этой трибуны он, не скажет никто. Мы помним, что происходило на трибуне, когда он заявлял свой голос против и Афганистана, и за вывод войск, и против того, что происходило в Китае на площади, те не аниме, и так далее, и так далее. Поэтому он действительно верил в то, что он может сыграть важную роль в становлении демократии в стране. И я знаю, что он сыграл большую роль в том, что и Сергей Адамович Ковалев тоже пошел по его стопам, потому что тот тоже сначала относился к этому негативно, но вот после обсуждения с Андреем Дмитриевичем он тоже решил баллотироваться и в конце концов стал и депутатом Верховного Совета, и представителем комиссии по правам человека, комитета и так далее. И амбуцменом, да. Давайте тогда послушаем отрывок из выступления Андрея Дмитриевича на съезде народных депутатов, где он говорит о декрете о власти. Привожу текст декрета о власти, который я предлагаю принять. Декрет о власти. Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет. Первое. Статья 6 Конституции СССР отменяется. Второе. Принятие законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной Республики законы СССР перебитают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органам Союзной Республики. Владимир Константинович, вот как вы считаете, укоротила ли дни Андрея Дмитриевича вот эта нервотрепка на съезде народных депутатов, где его то засвистывали, то затаптывали, то захлопывали, и он много сил тратил впустую? Это здорово, это человек малоприятно, это большой стресс, а он уже был нездоров, его здоровье было подоровано еще в годы, когда он работал над ядерным оружием. Безусловно, это, конечно, способствовало. Но вот на первый вопрос, который Слава отвечал, я помню, мне не понравилось только, что он пошел от Академии вот по этим квотам, вот если бы он пошел избираться открыто, как независимый депутат, а ему предлагали и огромное количество подписей собрали и прочее, вот это было бы сильнее. Мне кажется, он тут ошибку допустил. Он как-то считал, что должен обязательно насвежать себя с Академией наук и так далее. А это было совершенно не обязательно. Академия вначале вообще не хотела его выдвигать. Надо было идти как независимый депутат. И это, я помню, меня немножко задело. А в принципе то, что и он, и Сергей, и Ковалев, и многие другие пошли тогда в так называемую политику, в этом противоречия не было. Это не была политика в традиционном смысле, в смысле борьбы за власть и так далее. Это была огромная просветительная роль, которую они сыграли. Не забудем, что этот первый съезд показывали по телевизору. И миллионы людей смотрели, не отрываясь за всем этим. Первый раз в их жизни, когда люди говорили открыто то, что они думают, и спорили, и поднимали вопросы, которые вообще никогда никто в Советском Союзе не осмеливался поднимать. И так далее, и так далее. Это была огромная освободительная, такая раскрепощающая, просветительная роль, которую они все сыграли. Да, если надо было выйти за хлебом, то брали с собой транзисторы. Я помню, я сам ходил с маленьким транзистором, все время слушал, потому что оторваться было невозможно. Чувствовалось, что вот сейчас творится история, сейчас страна меняется на твоих глазах, и каждое выступление ловили с большим ожиданием. Кто что скажет? И, конечно, то, что говорил Сахаров, это тут же находило отклик по всей стране. И не все, конечно, его поддерживали, и мы видели, какая была реакция и на самом съезде. Но то, что он это произносил, и то, что это становилось предметом для дискуссии, обсуждений, это уже очень здорово было. Давайте дальше пойдем по хронологии. И вот удалось отменить шестую статью уже без Андрея Дмитриевича. Как по-вашему, почему, все-таки, наверное, без согласия Горбачева бы это не могло произойти? Как вы считаете, почему он на это пошел, Вячеслав Иванович? Ну, мне кажется, что в какой-то момент вот все, что происходило в стране, начало выходить из-под контроля политбюро ЦК КПСС. Потому что, если вот раньше была иллюзия, что это может быть такая управляемая демократия, то есть демократия, в которой, ну, приблизительно так же, как в Китае сейчас, демократия, в которой, тем не менее, партия будет играть руководящую роль, тем более, что она начала этот процесс, и она его инициировала, да, была надежда, что удастся сохранить партию власти и сохранить ту же самую шестую статью Конституции. Но потом события стали выходить просто из-под контроля властей. И уже мы видели, что происходило в Тбилиси, что происходило в Прибалтике. Вот. И ясно, что страна находилась на грани нервного срыва. Вот. И понятно, что в таких условиях, когда требование отмены шестой статьи становилось уже лозунгом наиболее активной части страны, наиболее видимой части страны, то Горбачеву никуда ничего не оставалось делать. Вот. И мне кажется, что это было явно вынужденное решение под давлением снизу. И вот думаю, что это может только объяснить такой результат. Владимир Константинович, вот некоторые напоминают, что Андрей Дмитриевич не был таким уж непримиримым противником СССР и не желал его распада. Как вы вот это оцениваете? Или он просто не мог это предвидеть? Вам слово. Вы знаете, Андрей Дмитриевич прошел большую эволюцию за очень короткий срок. Я же говорю, он как бы заново родился в лет 40, да, и вынужден был азы жизни заново постигать, да. Это как все равно в 40 лет учиться ходить, да. И поэтому очень многие вещи были для него новые. Я это знаю даже из бесед, разговоров с ним. Как бы для него все было новым. Он никогда об этом не думал, у него временно это не было. И интереса не было. И вот сама идея СССР, как таковая, она была на последнем плане в его как бы, ну, в некой программе переосмысления. Он о ней просто не думал до самого последнего момента. Однако о правовой стороне всего этого думал. И вот шестая статья, о Конституции, это как раз тот самый момент правовой, который и он заметил. А главное, поддержали огромные массы людей. Не забудем, что шахтеры бастовали в это время, требуя отмены шестой статьи Конституции. Что было не слабо. И это была как бы забастовка шахтеров для советского режима. Была очень опасна. Она им как бы перекрывала кислород. Им ничего не оставалось, как искать договоренности с ними. И поскольку это становилось массовым требованием, я согласен со Славой, это была вынужденная мера. Он все равно, как Горбачев, пытался сохранить Советский Союз в той или иной форме. И только на самой последней фазе всего этого, в 89-м году, Андрей Дмитриевич вдруг понял, что все это не так, что это на самом деле гибельный путь. Более того, ведь он последнее, что он сделал перед смертью, он призвал к созданию оппозиционной партии и прекращению поддержки Горбачева. Этого сейчас почти никто не помнит. А это именно та нота, на которой его эволюция как бы кончилась, оборвалась. Так что я думаю, проживи он еще год-два, он, конечно, был бы за роспуск Советского Союза. Да, вот сейчас передо мной, Владимир Константинович, записка ГГБ из вашего архива, с вашего сайта, авторства Владимира Крючкова, представителя комитета госбезопасности о травмах мероприятиях в связи с кончиной академика Сахарова. Вот он докладывает, что в церемонии приняли участие около 50 тысяч человек тогда. То есть это не было, в общем-то, оскорбительным для власти, что цифру настоящую назвать, мне кажется, что она близка к подлинной, да, 50 тысяч. Были венки от посольств и корзина цветов от Александра Солженицына, так со значением пишет Крючков, который тогда еще не был реабилитирован. Вот, к месту событий прибыло около 150 сотрудников зарубежных средств массовой информации. И в Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось заочное отпевание усопшего. А в Оркуте, представитель статичного комитета шахты Варгашорская, Пименов публично заявил о том, что 72 года партии душит все живое. Вот то, о чем сказал Владимир Константинович. Шахтеры были тоже вместе тогда с оппозиционно-настроенной интеллигенцией. Вы вспомните тот день? Да, я помню этот день, конечно. И с самого утра была очень длинная очередь, погода была плохая, в принципе. И я... Мне посчастливилось стоять в почетном карауле даже у гроба Андрея Дмитриевича с траурными повязками. Это незабываемое было зрелище. Весь этот зал, эта атмосфера и бесконечный поток людей, многие из которых просто плакали. Они не могли сдержать даже слез. То есть, опять же, ощущалось, что произошло что-то очень важное для страны. что мы потеряли человека, на которого очень многие равнялись, для которых он был действительно авторитетом. Он был человеком, по которому сверялись поступки и совесть. А что бы сказал Андрей Дмитриевич? И так далее. Вот если даже... Я думаю, даже сейчас многие возвращаются к его памяти и думают, а вот что бы Андрей Дмитриевич делал вот в этой ситуации? Что бы он сделал? Володя прав в том, что его эволюция была очень быстрой. Мы действительно трудно предсказать, как бы она развивалась в наше время, но ясно, что те основополагающие вещи, базисные, скажем, ценности и принципы, на которых его мировоззрение зиждилось, они оставались бы теми же самыми. Это все равно свобода, это все равно человеческое достоинство, человеческие права, судьба каждого человека важна, и антивоенная, естественно, позиция его была бы наверняка. Это человек, который, конечно, к любой войне, к любому насилию относился, очень негативно. Владимир Константинович, вот такая существует легенда, что Андрей Дмитриевич как-то идеализировал сотрудников госбезопасности, называл их бескорыстными, идейными и государственническими, хотя вот время показало, что это самые продажные и самые коррумпированные, и самые, в общем-то, антипатриотичные люди на свете. Чем вы вообще слышали об этой легенде? Нет, вы знаете, я от него не слыхал какой-то идеализации КГБ. Дело в том, что он знал высшие чины КГБ в связи с ядерным проектом. А это очень особая область государственная, где, естественно, проявлялись их отношения чисто государственные. Он мог не разглядеть за всем этим лицемелья, лжи, эгоизма, интересов и так далее. Он, скажем, работал с Берией, и он, в общем-то, довольно долго не понимал, с кем он работает. Берия же был как бы главой этого проекта. И вот он не очень понимал это. Это его не интересовало. Поймите, это люди, занимающиеся невероятно сложными проблемами научными, они, как правило, поглощены всем этим и не особенно видят, что происходит вокруг. И поэтому у него даже несколько наивное было отношение к Берии, которая, конечно же, очень скоро улетучилась. Так что, если даже у него была некая небольшая идеализация в связи со своей работой, то она наверняка очень быстро кончилась. Я уже помню период, когда он ходил на суды. И сначала его пускали, поскольку он надевал свой иконостас там все звезды-герои, и они не решались его не пропустить. А потом перестали пускать. А потом дошло до того, что жену его оскорбили, Илюшев, и он ударил милиционера. Это что для него было, конечно, очень трудным поступком. Но он как бы был оскорблен, заступился за свою жену. То есть, конечно, его отношение к КГБ уже в последние годы, оно было совершенно другим. И никаких иллюзий по поводу КГБ у него не было. Чистоф Иванович, вот как, по-вашему, Борис Ельцин от работы вместе с Андреем Дмитриевичем в межрегиональной группе впитал какие-то демократические убеждения именно от него? Ну, я думаю, что, конечно, влияние Андрея Дмитриевича было на всю межрегиональную группу довольно сильное. Все-таки нельзя привести, я уже говорил, ни одного примера такой бескомпромиссности и такой интеллектуальной смелости, которую проявил Андрей Дмитриевич даже на этих заседаниях. И ясно, что кроме восхищения он в этой группе, наверное, ничего не мог вызвать. Я думаю, что он, конечно же, повлиял и на Ельцина. И долгое время Ельцин, наверное, также относился с некоторым пиететом к Андрею Дмитриевичу и пытался делать все для того, чтобы страда становилась более открытой, демократичной и так далее. Хотя тут нужно признать, что поскольку это политика, то для него, особенно в этот период жизни, для него это было тем базисом, на котором он завоевывал свой авторитет и свое влияние. И ясно, что этим самым он противоставлял себя Горбачеву, и, понятному, конечно, он на этом выигрывал. Но, к сожалению, если мы вспомним, что случилось уже в конце 1994-1995 году, что происходило в Чечне и так далее, то тут можно уже понять, что для политика все вот эти прекрасные слова о правах человека, о демократии и прочее, это все некоторый инструмент для, на самом деле, удержания власти. И когда для власти становится угроза какая-то, когда на кону стоит даже для честного политика благополучие всего государства, политики часто забывают про то, что такое права человека. Они чрезвычайно прагматичны, и если нужно, все права человека будут отметены, и они будут делать так, как требует целесообразность или реальная политика и так далее. И мы видим этому многих примеров, и не только в России. Да, тем не менее, Ельцин все-таки впитал... Ну, несомненно, да. Влияние было. Я про это и говорю. Что влияние было, и какое-то время удавалось сохранять этот демократический дух и у Ельцина. Но потом жизнь потребовала свое, что делать. Мне кажется. Да, и дальше уже заветы Андрея Дмитриевича связаны с музеем, который создан напротив его квартиры на другом конце, как вы называете, Чкаловской. Бывший Чкаловской земляной вал. Да, вот, Вячеслав Иванович, какие сейчас проблемы у музея? Почему именно в эти дни решили омрачить память нашего великого гуманиста какими-то незаконными проверками? Ну, в нашей системе советского, российского права все проверки законны. Мы не можем говорить, что они незаконны. У власти после принятия последних законов все законно. Все, что они будут делать, все будет законно. Здесь вопрос не в законности, а в том, что вот за последние пару лет комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, которая по-другому еще называется Сахаровский центр, она уже переносит третью проверку. Первая проверка была в той волне прокурорских проверок, которые подверглись очень многие некоммерческие организации, в первую очередь правозащитные организации, после принятия закона об иностранных агентах. И тогда она закончилась более или менее благополучно. Были какие-то небольшие замечания, но все равно. Потом была плановая проверка Минюста, которая закончилась вот в начале 2014 года. Она была в августе прошлого года, закончилась в начале этого года, и тоже закончилась более или менее благополучно. И сейчас третья, внеплановая проверка того же Минюста за три года работы Сахаровского центра на предмет соответствия деятельности центра закону об иностранных агентах. Прямо в прямую сказано. Эта проверка проходит по некому доносу. То есть некий человек обратился в Минюст с просьбой проверить деятельность комиссии по сохранению наследия Сахарова на предмет соответствия их деятельности вот этому самому закону. И Минюст, как организация контролирующая деятельность некоммерческого сектора, он, значит, проводит эту внеплановую проверку. Что сейчас законом, увы, недавними изменениями позволено. Они могут проводить сколько угодно этих проверок. Да, Владимир Константинович, вы ставите ли вот эту проверку в один ряд с вашими злоключениями с российским гражданством? Вам слово, Владимир Константинович. Ну, только в очень общем плане. Тут прямой связи никакой нет. Просто идет общий зажим. Ничего независимого самостоятельного. Этот режим терпеть не хочет больше. И уже никаких, никакого притворства. Довольно откровенно. Все, что хоть сколько-то от них независимо, нужно прижать, закрыть, установить контроль или отрезать, выкинуть. Вот только в этом смысле есть некая параллель. Но это очень общее, в общем плане. А конкретно, конечно, никакой связи нет. Да, но мы тем не менее помним, какую роль сыграл Центр Сахарова в регистрации вашей инициативной группе. Напомните, вот этот случай, когда вам всюду отказали в помещениях? Да, ну это был один из приемов против всех кандидатов от демократических сил. Им отказывали в помещении. То есть вот по закону нужно провести собрание выдерживающих граждан. Там нужно не менее 500 человек, чтобы были одновременно. И, значит, утвердили, и провели регистрацию нотариальную. А для этого нужно помещение. И вот абсолютно всем, как только такое помещение арендовалось, в нем отказывали. То есть за кулисами ФСБ нажимало на владельцев этих помещений и требовало, чтобы они расторгли, договор. И так было почти у всех. А у меня, по счастью, было альтернативное заявки. Помимо обычного коммерческого зала, который сняли, было указано альтернативное место в центре Сахарова. А там они уже ничего сделать не могли. И в результате мы провели эту встречу. Пришло огромное количество людей. 800, по-моему, человек. И на морозе стояли, ждали там не очень удобное помещение. Все одновременно не могут войти. И поэтому радифицировалось здесь снаружи и в залах. Но мы провели ее. И, в общем, присутствующий представитель избиркома подтвердил, что все было сделано по закону. Конечно, не будь такой независимой организацией, как Центр Сахарова, наверное, бы я не нашел помещение, где это провести. То есть это, конечно, связанные вещи. Они не хотят, чтобы были какие-то независимые центры, независимые люди, какие-либо организации. Вот все абсолютно должно контролироваться Кремлем. Если раньше они прикидывались, устраивали спор хозяйственных субъектов и так далее, то теперь они уже не прикидываются. Вот раз у людей своя позиция, значит, их надо закрыть. Вот так. Да, что мы можем сделать, чем вам помочь, Вячеслав Иванович? Ну, я не знаю, как всегда, в таких случаях единственная помощь – это информация, это знание о том, что происходит. Потому что любые дела власти нелицеприятные, они всегда боятся огласки. Поэтому мы и решили, что мы не будем ждать результатов проверки. Мы просто проинформируем всех, кому это не безразлично, о том, что такая проверка есть. Уже третья. И опять за те три года, два из которых только что проверили и сказали, что все нормально. Ну, пусть люди про это знают. Значит, знание – вещь полезная. Поэтому если где-то зайдет об этом речь, это замечательно, потому что люди должны знать. Тем более, что если будет принято решение о том, что комиссия является иностранным агентом, я даже не представляю, как это можно озвучить, такое решение, и как оно будет выглядеть в средствах массовой информации, что комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова является иностранным агентом. Трудно представить себе. Хотя в наше время уже, я не знаю, мы удивляться перестали. Потому что есть... Ну, вот помните, мы только что обсуждали о том, что произошло в 80-м году после ввода войск в Афганистан. Да. У нас в чем-то похожая ситуация сейчас. Конечно, и все вспомнят песню Александра Галича «Граждане отечества опасности. Наши танки на чужой земле, которая еще даже не до Афганистана, а про Прагу». Да, эту песню, к сожалению, приходится регулярно вспоминать хотя бы. Насчет петь не знаю, где можно ее спеть. А вот, кстати, вы скажите про ваш благотворительный вечер послезавтра. Ну, нет, я просто про него деталей не знаю. Да, да, но я хочу сказать, что в воскресенье все приходите в Сахаровский центр и будет в поддержку политзаключенных. Но это регулярно проходит в Сахаровском центре, да, такие вечера. В день ухода из жизни Андрея Дмитриевича. Да, да, да. А в субботу мы там небольшим кругом собираемся, потому что 20 лет архиву Сахарова. Потому что сам центр, он состоит из разных элементов. Вот архив один из важнейших элементов этого центра. Владимир Константинович, вот на этой неделе президент Путин дал гражданство, гандболистки одной, румынско-белорусско-украинской. Может, Володя как спортсмен может получить гражданство? Готовы обратиться в комиссию при президенте по гражданству, чтобы вам тоже в виде исключения присвоили бы указом президента, что допускается Конституцией? Да нет, вы поймите, я вообще-то не держусь за это гражданство. Оно мне не нужно. Тут просто возникла какая-то юридическая пузыница. Они теперь утверждают, что у меня его и не было. Хотя паспорт. Потому что гвардой выдавался паспорт. Да нет, у нас посол Панкин приносил все эти... Никто никогда не говорил, что у меня гражданства нет. И у меня теперь как бы просто необходимость выяснения правового положения. Поскольку наличие двойного гражданства – это один из моментов, о которых я и здесь, в определенных вопросниках, должен отвечать. Вот есть у меня двойное гражданство или нет, да? Так вот я и собираюсь это выяснить. И обращаться за гражданством я не хочу. Я хочу получить юридическую исчерпывающую формулировку, что же произошло с моим гражданством. Вот этим занялся ваш сын, Володя Крамоза-Младцы, адвокат Прохоров. И они как бы обратились к нынешнему амбусмену Панфиловой. И она вроде заинтересовалась этим вопросом, хочет им заниматься и поднимать его в правительстве. Но пусть занимаются. Я ничего против не имею. Спасибо, Владимир Александрович. Конечно, постараемся добиться успеха. И тем самым мы выполняем заветы Андрея Дмитриевича Сахарова, великого губаниста, который учил бороться со всяким произволом. За каждого человека. За каждого человека против насилия, против судебного произвола, против лжи. Сегодня мы вспоминали в день 25-летия ухода из жизни Андрея Сахарова. В нашей программе участвовал Вячеслав Бахмин и Владимир Буковский. Но он находится в возрасте, звучала программа «Грани времени». Микрофон работы Владимира Карамоза, директор программы «Дри Тухан», продюсер Олег Львов и Наталья Буреева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова